Ну, значит, ошибся. Поищи другую мастерскую, где не спросят, зачем одинокий хачевник крутится у границы. Окей, отойди. Что? Ты хоть знаешь, что делать? Хм. Хочу обойти модуль и замкнуть провода. Компрессор будет молотить. Заглохнет еще. Твоего мнения не спрашивали. Ладно, проверим, что получилось. Ну, а я что тебе говорю? Нет, нет. Хм. Неплохо. Вопрос только, сколько выдержит? До Найт-Сити доеду, а там уж что-нибудь придумаю. Ну да. Антенна на этой херне не слишком мощная. Особо много не услышишь. Да что ты говоришь? Здорово, Мэйк. Не знал, что у тебя клиенты. Он тут пару часов как. Я думал, думал он к тебе заезжал. Не принимай близко к сердцу. Сейчас решим вопрос. Тебе не говорили, что в городе первым делом надо показаться шерифу? Рассказать, зачем приехал? Выпить с ним чашечку кофе? Не волнуйтесь, я надолго не задержусь. А я тебя разве об этом спрашивал? Меня зовут Эндрю Джонс. Слышал, наверное? Да нет, не случалось. В последнюю войну я служил в спецназе. Знаешь серебряных сюгунов? Нет, первый раз слышу. Кажется, мы не поладим, да? Ты что, из кочевников? Я мог бы догадаться. Починю машину и исчезну. Мне тут ловить нечего. Твоя правда. Нечего. Меня воротит от таких бродяг, как ты. Где лагерь твоего клана? У меня нет ни клана, ни лагеря. Я здесь один. Ну да, конечно. Кочевники всегда держатся вместе. Моя семья распалась. Поэтому я и еду в Найт-Сити. Значит, ты изгой даже среди изгоев. Надеюсь, ты не собирался тут поселиться навсегда. Я по дороге видел передатчик и вышку. У меня сломалась антенна, а мне надо кое с кем связаться. Никто тебе экскурсии устраивать не будет. Вали, пока я добрый. Ты и так уже тут слишком долго торчишь, как по мне. Я же сказал, мне проблемы не нужны. Ну так и езжай отсюда, если не хочешь их найти. Спасибо. 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 . Спасибо. . . . . . Уэллз. 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 Продолжение следует... 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 Что перевозите? Там все есть. Прямо все? Вот. Еще небольшое приложение к документам. А, вот как. Напомните, на какой кочевой клан вы работаете? По-моему, вас это не касается. Вам серьезно так кажется? Честное слово. Смотрю на таких, как вы, и радуюсь, что не сижу с той стороны стола. Понимаю. Взаимно. Идите. Ваш напарник ждет вас в автомобиле. Не забудьте забрать свои личные вещи. Осторожней с этой штукой. И добро пожаловать в Найт-Сити. Этим мелким говнюкам кажется, что Найт-Сити это рай какой-то. Ну а как иначе? Они молодые, наивные. Мозгов у них в голове еще нет. Ну как все прошло? Сейчас расскажу. Отъедем подальше. Понял. Ладно. Ну говори уже, чего там у вас было? До таможенника козел прицепился. А не должен был? Не до такой степени. Думаешь, будут неприятности? Рули, Джеки. Просто рули. Сюда кто-то едет. Как мне все это не нравится. Немедленно остановите машину. Жми на газ, Джеки! Окей. Вы перевозите украденный груз, который принадлежит корпорации. Повторяю. Остановите машину. Блять. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Твою мать. То есть любой таможенник может нас отыметь, если его левая пятка захочет? Без последствий? Он рискнул. Предположил, что нас не поддерживает клан. И он был прав. Это хамэнто радиколо. Что дальше? Меня только одно интересует. Ты так и будешь ныть или доведешь дело до конца? Честно скажу, я без гроша. Заплатить мне тебе нечем. Сначала спихну эту корпоратскую поеботу, а потом уж раздам долги. А, я типа буду сидеть и терпеливо тебя ждать. Вообще-то я не собирался тебе платить. Я хотел смыться, как только мы перейдем границу. Но передумал. Спасибо за честность. Да, пожалуйста. Ну, и что теперь? Теперь посмотрим, что в ящике. Открывай. Твою мать! Тут написано Аросака. Мы обворовали очень крутую корпу. Значит, заработаем крутые деньги. Думаешь, на ней можно заработать? Конечно. Нам обоим хватит надолго. Нам? Да, напарник. Бабло пополам. Но хороший фиксер быстро сбагрит это чудо богатому еблану. Жалко будет ее отдавать. Всегда хотел зверушку. Я уже и имя придумал. Мэнни. Да, кстати. Уже есть идея, чем собираешься заняться в Найт-Сити? Да, если б я знал. Последние годы я провел в разъездах между штатами со своим кочевым кланом. Так, наверное, они будут тебя ждать? Не будут. Мы решили разбежаться навсегда. Должно быть тяжко, когда не к кому вернуться. Да ладно, не ссы. Я найду для тебя угол. Надо же тебе где-то жить. Ах, всегда хорошо, когда есть те, кто поддержит. Семья там, например. Может, и ты свою найдешь в Найт-Сити. Спасибо, будет круто. Да ладно, ерунда. Мы же одного поля ягода. Я бы поработал с тобой еще. Напарник. Эй! О, какая она ласковая. Ладно, напарник. Берем ящерку и валим отсюда побыстрее. Привет, привет, Найт-Сити! У микрофона Стэнли мы с вами встречаем очередное незабываемое утро в городе мечты. Честно, я люблю Найт-Сити как родную мать. Правда, это такая мать, которая отдает тебя приют, а потом останавливает на улице и спрашивает. Закурить не дается? Каждый день сюда приезжает по 100 человек. Правда, через год от них остается только половина. И это если год был хороший. Зачем же они едут в Найт-Сити? Конечно, чтобы стать уличными самураями, как Мокен Блэкхенд и Уайланд Бо-Бо. Как говорится, чем выше риск, тем больше награда. Но в высшей линии люди обычно не задерживаются. Чем быстрее ритм твоей жизни, тем быстрее ты выгораешь. И тем больше шансов поймать пулю. Сами знаете, где сейчас большинство легенд Найт-Сити. На кладбище. К счастью, тут все абсолютно насрать. Чего ты начинал и откуда приехал? Самое главное, какую дорогу ты для себя выбрал? Это Найт-Сити. Курат мечты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...